Дорогие друзья, Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Да и аминь, Он воскрес, присаживайтесь. Приятно слышать доброе восклицание воинов небесных. Как-то одна служанка подслушала спор ученых людей о точности перевода Библии и заметила. Я знаю, какой перевод более точный, она сказала. Какой, спросили у нее ученые-мужи, она ответила, перевод моей матери. Все, что было написано в ее Библии, она переводила в личную жизнь. Поэтому ее перевод самый точный. Дорогие друзья, мы продолжаем праздновать Пасху, продолжаем праздновать воскресение Иисуса Христа. И мы не увлекаемся шоколадными зайчиками, мы не увлекаемся крашенными яичками, мы не увлекаемся пасочками, которые не имеют никакого, может быть, глубокого отношения к воскресению Иисуса Христа. Но нет, дорогие друзья, мы поспешили в Дом Божий, чтобы праздновать Пасху библейскую. Мы не празднуем воскресение Иисуса Христа сегодня, как празднует, может быть, этот мир, как, может быть, празднуют многие люди в Америке Истер. И иногда задаюсь вопросом, а вообще, для чего эти яички, для чего эти жайчики? И нередко слышу в ответ, ну, это так, для детей, чтобы им было интереснее, чтобы они легче понимали. Ну, как им говорить об этой истине? Как все им это объяснить? Но я хочу сказать, что это ложь, это обман. Я думаю, что надо начинать вот с этого маленького возраста, когда они еще наивные, маленькие. Вот тогда именно и надо начинать передавать эту глубокую, торжественную истину, что наш Иисус Христос умер и воскрес. Ведь только поэтому мы вообще и собираемся здесь по воскресениям и по другим дням недели. И сегодня мы собрались здесь, чтобы слышать Слово и передавать эту истину из поколения в поколение, из рода в род. Я надеюсь, что все находящиеся еще находятся в радостном настроении. И наше сердце переполняет радость, радость спасения, великая радость, что если Христос воскрес из мертвых, даже если мы умрем до того, как Он придет, и мы воскреснем с Ним к вечной жизни во веки веков. Я надеюсь, что сегодня все переполнены этой радостью. И никакие проблемы или заботы мира сего, или может быть боль, предательство, может быть какая-то депрессия, отчаяние, какая-то потеря в жизни, обман, грех, вражда или ссоры не затмили сегодня у нас этой неземной радости воскресшего нашего Иисуса Христа в нашем сердце. Почему я так говорю? Но ведь потому, что на тот момент, когда Христос воскрес, многие по неверию Своему, многие оставались с болью в душе, с болью в сердцах, в большом разочаровании, можно сказать, в депрессии, которая не давала им видеть воскресшего Мессию Иисуса Христа как своего личного Спасителя. У многих были закрыты глаза на тот момент, и что-то не давало им увидеть и действительно возрадоваться о Своем Спасителе Иисусе Христе. Мы читаем Иоанна, 20 глава, с 1 стиха, я прочитаю выборочно. В первый же день недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. И так бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им, «Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили Его». Далее мы читаем, что Петр и этот другой ученик, которого звали Иоанн, они побежали ко гробу. Иоанн бежал быстрее, прибегает туда первым. Он наклоняется, смотрит во гроб и видит только пелены лежащие. Петр прибегает, вбегает в пещеру, видит также только пелены. И видит плат, который был на главе Его, не с пеленами, но особенно свитый, на другом месте. Тогда входит и первый прибежавший ученик Иоанн, и написано, «Увидел и уверовал». Итак, ученики опять возвратились к себе. Ну а что происходит с той женщиной, с Марией, которая первая, еще рано на рассвете, пришла ко гробу? Почему она, увидевши пелены, не возвращается к себе? Что же происходит с ней? Написано, «А Мария стояла у гроба и плакала. И когда плакала, наклонилась во гроб и видит двух ангелов в белом одеянии сидящих, одного у главы и другого у ног, где лежало тело Иисуса? И они говорят ей, «Жена, что ты плачешь?» Говорит им, «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». Сказавши сие, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей, «Жена, что ты плачешь?» Кого ищешь? Она, думая, что это садовник, говорит ему, «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его?» «Я возьму его». Дорогие друзья, из этого прочитанного отрывка мы видим, в каком состоянии находилась Мария Магдалина, что ополчилось на ее душу, какую боль души переживала она. Мы знаем из Писания, что Иисус изгнал из нее семь бесов, из этой женщины. И она полностью отдалась своему Господу. Она последовала за Ним, куда бы Он ни пошел. И даже когда все, почти все ученики оставили Христа на Голгофе, она продолжала оставаться там. Но что происходит сейчас? Сейчас она стоит, как будто одна, растерянная и потерянная, не зная, куда идти. Боль души до такой степени ополчилась на ее душу, что она даже не замечает двух ангелов, ангелов в белых одеждах, исполненных славы Божьей. Их вид, их присутствие, их резкое появление в пещере, в пещеру не приводит Марию в восторг, или в страх, или в радость. Но она, переполненная печалью, отвечает им просто то, что тревожит ее душу, ту боль своей души, когда можно было уже давно возрадоваться и восторжествовать, увидевши этих двух небожителей. «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили Его», отвечает Мария на вопрос двух сияющих в славе Божьих ангелов. Дальше она даже не захотела с ними говорить. Говорит, написано, «Скажавши сие, обратилась назад». Что происходит в нашей жизни, когда нас посещает боль, разлука, грех, чувство одиночества, когда мы становимся нелюбимыми для кого-то, когда у нас не получается в жизни, когда мы, может, предаемся какому-то греху, и это чувство отчаяния, депрессии, оно постигает нас. Что происходит тогда? Тогда мы становимся больше неспособными видеть славу Божию и вообще реагировать на нее. Это то, что хочет сделать сатана в нашей жизни. Он хочет погубить наши души. Он не хочет, чтобы радость воскресения Иисуса Христа была совершенной в нашей жизни, чтобы она полностью охватила все наше сердце, всю нашу душу. Он не хочет, чтобы реальность вечного спасения была настолько сильна в нашей жизни, в нашем разуме, настолько велика, что никакая проблема или переживание, или боль, или потеря не смогли больше отнять способность видеть у нас славу Божию. Способность всегда радоваться о нашем спасении, о том, что Христос воскрес, и мы будем с Ним воскресены, если будем исполнять Слово Божие. Ведь поймите, дорогие друзья, когда мы видим славу Божию, когда мы находимся в присутствии Божьем, мы сильны, и никакое соблазно или грех не может преодолеть нас. Давид пишет в 62-м в Салме, от ранней зари ищу Тебя, чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище. Давид знал, что если он будет видеть славу Божию, ему больше не захочется ничего греховного в этом мире, потому что ничего не сравнится с нашим Творцом, с нашим воскресшим Иисусом Христом. Если он всегда будет предстоять пред нами, нам больше ничего не захочется на этой планете Земля. Нам не захочется грешить. У нас будет отсутствовать состояние одиночества, состояние депрессии. Мы будем жить жизнью победы. О, как нам нужно искать и всегда видеть славу Божию. С ней ничего не сравнится на этой земле. Мария обратилась назад и увидела Иисуса стоящего. Но не узнала, что это Иисус. Часто бывает в жизни человека, что его проблема, его боль или грех больше и сильнее действует на него, чем сам Иисус Христос. Ведь с тобою говорит тот сам Иисус. Он хочет тебе помочь, но почему-то твоя боль души, твои проблемы, твой груз греха не дают тебе увидеть воскресшего Иисуса Христа и действительно возрадоваться. Не дают тебе вместе с Аввакумом сказать и воскликнуть «А я должен быть спокоен». Хотя бы не расцвела смоковница и не было плода на виноградных лозах и маслина изменила и нива не дала пищи, хотя бы не стала овец загони и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Вот состояние, которое Господь хочет дать каждому из нас. Господь сила моя, Господь радость моя, Господь жизнь моя. Он сделает ноги мои, как у оленя и на высоты мои возведет меня. На те высоты, дорогие друзья, когда мы будем способны видеть славу Божию, действительно сознавать силу воскресения Иисуса Христа в нашей жизни. И это сознание, то, что Христос действительно воскрес, не сможет принести никакая другая утрата, не сможет отнять этой радости спасения в нашей жизни. Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его. Как отвечает Господь Мария на эти слова? Иисус говорит ей Мария, Он называет ее по имени. Иисус умер и воскрес из мертвых и пришел в этот мир, чтобы спасти погибшие. Римлянам 6, 5 мы читаем, ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения. Слово Божие говорит нам, что если мы соединены с Иисусом Христом подобием смерти Его, это значит, что мы каждый день умираем для греха. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся в Иисуса Христа, в смерть Его крестились? это значит, это значит, что мы прилагаем все усилия, чтобы сораспять нашу плоть, наши греховные привычки, любовь к этому миру ежедневно, как апостол Павел говорит, я каждый день умираю для своего я, чтобы сообразоваться смерти Христа, чтобы потом быть соединенным с Ним подобием воскресения Его. Иисус Христос пришел в этот мир и воскрес для таких, как Мария Магдалина. Мы не знаем до конца, как это получилось в жизни Марии, что семь бесов вошли в нее, но мы знаем, что Сатана опустил ее до самого дна. Она была погибшая в своих грехах. У нее было никакой надежды, пока она не встретилась лично с Иисусом Христом. И Иисус Христос впервые воскресший победивший ад и смерть. Он является в первую очередь, мы видим из Писания, Он является этой однажды испорченной в своих грехах женщине Марии Магдалине. Он не является каким-то важным людям, занимающим важное место или статус. Он явился воскресший и сильный к той, которая была на дне греха, потому что именно для таких Христос умер. и воскрес. Мы также читаем Луки 24 глава 13 стиха, как двое Клеопа и другой ученик шли в Эмаус, и к ним пристал сам Иисус. Мы видим в их разговоре, что они говорят Иисусу, что они уже слышали от некоторых женщин, свидетельство, что Иисус воскрес, даже свидетельство учеников, что они пришли и не нашли тело Иисуса. Что Иисус говорит им? Он называет их несмысленными и медлительными сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки. Почему-то Иисус сразу им не открывается, но Он начинает возгревать в них веру в Его воскресение Словом Божиим. Ведь именно так и должно быть. Вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Если мы замечаем в нашей жизни, что может быть что-то другое преобладает сегодня в нашем сердце, может быть мы не замечаем этой глубокой радости воскресения Иисуса Христа, глубокой радости спасения. Нам нужно больше и глубже изучать Слово Божие, потому что от Слова Божия исходит рост нашей веры. Слово Божие это фундамент нашей веры. Иисус использует Слово Божие, чтобы возгреть веру в этих двух учеников. И в конце ихнего разговора Иисус открывается им в хлебопреломлении. Но то Слово, которое Он посеял, когда Он начал им говорить от Моисея и предсказывать, что предсказывали пророки, о том, что Он должен умереть и воскреснуть, было посеяно в ихнем сердце. Дорогие друзья, Марии и этим двум ученикам нужна была личная встреча. С воскресшим Иисусом Христом. Мы можем слышать эту радостную весть у других людей. Мы можем видеть, как люди рядом с нами восклицают, как женщины рядом радуются, что видели ангелов, которые говорят, что Он жив. Но нам нужно каждому лично пережить встречу с воскресшим Иисусом Христом. Иисус говорит ей, Мария, и тогда открываются у нее глаза, и мы слышим в ответ радостный возглас Равуни. Он назвал тебя по имени, ты искуплен его драгоценной и святою кровью, чтобы тебе воскреснуть, как воскрес Христос и жить с Ним во веки веков. Прими этот дар спасения. Иоанна 14, 21, мы читаем такие слова. Иисус говорит, кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня, а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим, и Я возлюблю Его и явлюсь Ему Сам. Иисус хочет явиться лично каждому из нас. Воскресший и всесильный Господь хочет явиться Мне и Тебе, дорогой друг. Он хочет подарить Тебе сегодня радость спасения, эту радость совершенную Его воскресения. И чтобы никакая другая боль, переживание, разлука сегодня не преобладала в наших душах, но чтобы мы сегодня могли действительно радоваться о Его воскресении. Что сегодня является, может быть, Твоей преградой для того, чтобы Тебе восторжествовать и возрадоваться, несмотря на жизненные переживания и трудности, потому что если Ты от сердца поверишь в эту истину, воскресение Иисуса Христа и эта сила, мы знаем, что она несравненно могущественной и сильней любой Твоей проблемы или переживания. И если Господь по Твоей просьбе и мольбе и по Своей великой милости откроет Тебе эту великую радость и истину воскресения Христа, ничто больше на этой планете Земля не сможет больше отнять Тебя от Его любви, ничего больше не сможет отнять у Тебя неземной мир в Твоей душе. Дорогие друзья, если бы мы знали, насколько это прекрасно, мы бы просветили намного больше времени для того, чтобы искать эту личную встречу с воскресшим Иисусом Христом. Мы читаем в Иоанна 4,10 такие слова. Если бы ты знала дар Божий и кто говорит тебе дай мне пить, то ты сама просила бы у Него и Он дал бы тебе воду живую. Эта вода живая, это есть Дух Святой, без Которого мы не можем идти по этому жизненному пути. Нам нужна эта сила Духа Святого, которая снизошла на Первую Апостольскую Церковь, чтобы побеждать врага и грех. Господь хочет сегодня поднять тебя на гору для тебя недосягаемую. Он хочет поднять нас духовно, открыть наши духовные глаза на ту силу, которую имеет Его воскресение. И на то влияние, которое оно должно иметь сегодня на нашу жизнь. Слава Господу, если сегодня мы исполнены этой радостью, если у нас была личная встреча с Иисусом Христом, слава Господу. Но если сегодня кто-то замечает, что, может быть, в жизни сегодня у меня нету этой действительной настоящей радости, я восклицаю моим языком, Христос воскрес, воистину воскрес, но, может быть, сегодня в твоей душе есть какая-то боль, есть, может быть, обида, может быть, какой-то грех, который не дает тебе действительно возрадоваться, восторжествовать. Ибо если мы действительно встретимся с воскресшим Иисусом Христом, как встретилась Мария, я уверен, что в жизни у нее были переживания, трудности, гонения, но эта радость, которую вселил в нее воскресший Иисус Христос, оставалась с нею до конца ее жизни. Господь сегодня хочет дать и нам сегодня радость спасения, радость в Его воскресение. И сегодня у нас есть шанс для того, чтобы иметь эту радость и жить и вместе с Аввакумом сказать, а я должен быть спокоен. Хоть может быть есть потери в жизни, может быть есть разлуки, может быть есть какая-то боль, а я должен быть спокоен. Господь Иисус Христос мой жив, и я буду жить вместе с Ним, если я буду соблюдать Его заповеди и ходить в страхе и в трепете перед Ним. Господь сегодня предлагает каждому из нас эту радость. Давайте Его прославим сегодня и возвеличим Его имя за Его воскресение, за то, что Он дает нам эту радость спасения. И мы можем, живя здесь на земле, несмотря на трудности и приживания, всегда радоваться о том, что наши имена записаны в книгу жизни, потому, потому что наш Иисус Христос умер, но Он также и воскрес, и мы воскреснем с Ним. Прославим нашего Господа в наших молитвах. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok